Клево всем, друзья! Я наконец-то вырвался на рыбалку на реке с фидерком, попытаюсь что-то поймать, несмотря на то, что в последнее время, в последние дни, под всем данным, вода в реке прыгает, горная река, несмотря на то, что есть водохранилище, несмотря на то, что течет по большому равнинному простору, но тем не менее, завязана Кубань сильно на дожди. Поэтому в горах пошли дожди, в водохранилище стала прибывать вода, здесь или прижимают, если вода не нужна, вода сбрасывает в водохранилище, или наоборот, открывают шлюзу, чтобы вода сходила. Поэтому здесь Кубань всегда бардак с водой. Каждый год эта река совершенно разная, и никто не знает, в какой сезон, как ты будешь ловить, в какой день. Ты можешь два года подряд в это время быть с большим уловом, потому что низкий уровень воды, а в определенный год ты в это время даже вообще не можешь ловить, потому что вода полная, Кубань мутная и тому подобное. Кубань очень интересная. Я приехал, наконец-то вырвался, сейчас обед, время час дня, буду потихоньку собираться, и в ходе рыбалки, друзья, немного поговорим про ловлю на течении. Кубань довольно быстрая река. Много слышу о том, что вот мы ловим на течении, туда-сюда. Мало водоемов в России крупных, где есть такое сильное течение, как Кубань. И об этом мы немного поговорим. Какие груза, как, что, почему, сколько весит граммов в ходе рыбалки, немного обсудим. Опять же, это будет мое мнение, оно от вашего может сильно отличаться, но опыт Кубани у меня довольно большой, так что садитесь поудобненько, погнали! Друзья, замес прикормки, это для любой рыбалки, это один из очень важнейших факторов. Скажем так, это 50% рыбалки, 50% улова. Сегодня у меня две прикормки, одна серого цвета, такая темненькая, она уже перемешалась с желтой. Сера, это с запахом мидии, мясной запах, но еще тепло, начало сентября, вода довольно теплая, рыба еще очень активная, как раз сейчас у нее пик активности, но в этом году из-за большого уровня воды и гнение туда-сюда, рыба то ловится, то не ловится. Скажем, при этом еще неделю назад у нас температура была 39 градусов, сегодня 21. Резкий перепад тоже плохо влияет. То есть у меня серая прикормка с запахом мидии и желтая с запахом ванили, то есть мясо и сладости. Значит, сначала, это первоэтапный за добавка воды, первая добавка воды. Она, скажем так, одна из самых важных. Многие рыбаки на это внимание не обращают. Приехали быстрее рыбу ловить, быстрее воды, в бух замешал, и в бой, ура, я на рыбалке. Нет, значит, почти все прикормки от нормальных производителей. Кстати, друзья, производители, прикормок, снастей, продавцы, снастей, прикормок. Мой канал всегда готов к сотрудничеству, обращайтесь, меня наедине сложно. Так вот, почти все качественные прикормки от любого серьезного производителя, они многокомпонентные. Чаще всего это всякие варианты сухарей и добавки зерновых. Так вот, вся прикормка из-за этого имеет, все компоненты прикормки имеют, соответственно, разную степень времени набухания. Если мы сразу вольем воду, быстренько, эта часть прикормки, в частности зерновые, у нас не будут работать. Просто не будут работать. Сухари набукли, все остальное нет. Поэтому, именно первоначальный, первоначальный залив небольшой порции воды, это самое главное. Нам нужно так, чтобы быстренько набрали хлебная составляющая воду. И в процессе какого-то времени, эта хлебная составляющая потихоньку отдавала воду и не спеша набирали зерновые. В итоге, замес прикормки у нас растягивается на 20-30 минут. То есть, вот почему я поставил место, сел, можно было сразу этим, это было бы все более правильно заняться. Но, тем не менее, я вот сейчас поставил, сделаю первый залив воды, перемешал прикормку, первый залив воды. Прикормки от разных производителей, прикормки из разных составов, первый залив требует разного. Допустим, прикормки, где больше сухарей, там залив воды нужно больше. Прикормки, которые с большим количеством зерновых, там первый залив нужен меньше. Еще вот, она совершенно сухая, хотя видно, что влаги. Еще чуть-чуть. Это все относится к первому заливу, не надо сильно бахать, друзья. Нужно, чтобы прикормка работала именно так, как задумал производитель. Производители серьезные, поверьте, это не просто что-то там намешивают, они продумывают составы. Испытывают, продумывают, смотрят, как они работают. Знаете, как вот спиннингисты, воблеры. Допустим, почему мы любим ловить японскими воблерами? Да по той же причине. Потому что японские производители каждой приманки, каждому воблеру, они продумывают работу. И почему порой китайские реплики сильно отличаются в работе от японских? Потому что даже состав груза внутри, вес проволоки, толщина проволоки, плавучесть материала, все это может повлиять на работу воблера. Так и здесь. Производители, серьезные производители, продумывают, какой компонент, за что отвечает, как он будет работать в воде. Все, ребята, все. Вот первое. Вот она практически сухая. Слегка-слегка лепится. Слегка-слегка. Через 10 минут она, хлебная часть, хлебная часть возьмет в себя воду и постепенно будет отдавать мелким частям, частям зерновых. Эти части зерновых мелкие постепенно начнут набухать. А за это время я буду заниматься, собирать удочку, отбивать и подходить подходами, смотреть, что с прикормкой. Надо ли добавлять воду или нет. Все. Поэтому не спешите с прикормкой. Пусть ваша прикормка правильно возьмет воду и работает так, как надо. И тогда вы сможете управлять прикормкой. Вам нужно, чтобы пылило, делать ее более сухой. Вам нужно, чтобы она сильнее лежала на дне, была более тяжелой. Делайте более влажной. И вы тогда сможете ей управлять. А если вы вбухали воду, у вас вроде бы она тяжелая, классная, а часть прикормки у вас на самом деле сухая. Вы забросили и у вас ее выдуло на течение. Или забросили на стоячей воде, начало вся всплывать. И в итоге у вас получилось, собралась куча уклейки, а рыбы нет. На дне жрать нечего. Итак, друзья, все. Первый этап готов. А все остальное, это по ходу я буду подходить постепенно, смотреть, добавлять воду. Ловить буду удилищем Фидер Зэмекс. Хайпро в старом кузове. Палочка до 80 грамм. Считаю, одно из шикарнейших универсальных удилищ. Адекватных за свои деньги. Очень дальнобойных. Новым кузовом не пользовался. А в старом шикарная удочка. Хотя у товарища в новом, но особых разниц не увидел. Шикарный Фидер. Подойдет совершенно для разных условий. На Кубани. Пожалуйста. Да, сильно гнет. Но если недалеко не сильное течение, пойдет. Стоячий водоем. Пожалуйста. Зима 0,5 кивертип на него докупается. Пожалуйста. Друзья, рыбалка очень спонтанная. В последнее время на рыбалке не ездил, не было времени. И сейчас очень спонтанная. Поэтому быстро собрал, сорванул. Монтажей нет. Сейчас быстренько сделаю монтаж. Буду делать этот Гарнер. Самый простой. Флюрик 0,31. Буду без косички, без ничего. Течение тут вообще все проще. Она все вытягивает. Перехлестов почти не бывает. Дальнего заброса нет. Поэтому что-то там выеживаться. Сантиметров 5 петля. Которая пойдет под кормушку. На канале у меня много видео, как я разные монтажи делаю. Теперь маленькая петля под поводок. Маленькая петля под поводок. Недалеко от кормушки. И на другом конце петля под леску привязывать. Я работаю только с монтажами. На флюрике. Обычно их навязываю. Когда идет постоянная рыбалка. Регулярно езжу. И их навязываю. В пакетиках разные монтажи под... Держу и все. Раз. Держу и суда удавочкой накидываю застежку. Все. Несколько секунд. Монтаж готов. Привязываю его к леске. Навязываю этих монтажей разных. С фидергамом. Какие мне нужны. Какие я считаю нужны. Бенифитергам. Инлайн. Обычно я пользуюсь Гарнера Инлайн. Вот у меня два вида. С фидергамом и без. Обычно лежат. В пакетиках. Они многоразовые. Так как флюр. Он держит хорошо ракушку. Но. Все. Готов. Сюда сейчас вместо кормушки груз, чтобы понять, что здесь да как. Все. Как говорится, элементарная простынь, друзья. Ага. Так, что у меня тут? Клипса есть. Клипса есть. Да еще только начинаю ловить. Только приехал. Сашка. Ты решил вырваться? Здравствуй. И ты решился, да? Не выдержал. Тоже только приехали. Там сидел человек. Пять рыбок за несколько часов. И все. Паркуйся. А? А дикая рыба. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Сейчас пробиваем глубину. Ты яж, яж не знаю. Это ты знаешь, что тут яма. Один, два, три, четыре. Четыре. Ага, вот она под ногами. Да? Вот она, прям под ногами яма. Один, два, три, четыре. Все ясно. Значит, ребят, здесь сразу под ногами яма, а дальше милляк. Здесь груз падает. Вот сейчас пробовал. На счет девять, там на счет четыре. Ищу край этой ямы, где начинается подъем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Русловая яма прямо под ногами. Один, два, три, четыре. Ага, вот. Вот он же подъем пошел. Ясно. Париться, где кидать, совершенно нет. То есть, в этом пределе, где кормушка будет стоять. Ты какую кормушку здесь ловишь весом? Та, всегда, восемьдесят. Восемьдесят. Сейчас семидесятки начну. Семьдесят лежит, как вкопанное. Течение идет под той стороной. Здесь прижимная яма. А все остальное, вся течка идет сильная там. Так, что с прикормкой? Так, если я ее такой оставлю, она все лепится. Она будет очень-очень сильно пылить. Хотя здесь прижимная яма. Вот так вот всю воду доливаю. Не сильно будет пылить. Течение слабое. Поэтому, ну, все вот так вот. Добавляю, перемешиваю. Сегодня я без своей каши любимой, к сожалению. Ну, ничего. Кажем так, разведка боем. Пятьдесят грамм хватит. Ну, к сожалению. Забиваю очень не сильно. Зин, она не сильно большая. Пусть там пылит, уходит прикормка, чтобы сдалека начало звать быстрее. Такой, знаете, ребят, последние несколько дней, такой прохладный ветерок, как будто из морозилки. Вроде бы и тепло, и в то же время, когда ветерок начинает дуть, зябко. А я вот что-то курку не взял. Так, вот. Так, десятка на 0,12. А вот с него и начни. Десятка на 0,14. Петля в петлю. Поводок длиной 30 сантиметров. Толщина поводка 0,14. Номер крючка 10. Из наживки у меня красный опарыш, червь и кукуруза. Ну, начну с красных опарышей. Как всегда, с одного, с танцора диска. Прикормочка. Все. Ну что, первый пошел. Домой долгожданный. Блин, за три месяца первый раз на рыбалке, друзья. Жесть. Так, мне это не нравится. Выходи дальше. Выходи дальше. Вот сюда. Ушел на начало подъема. Сейчас не в самой яме, а в начале подъема. Несколько забросов и полная тишина с двумя подергунчиками, зацепа лески. Мне это не нравится. Так, вот. Первый поклевка нормальный. Что-то мелкое есть, ребятки. Что-то, что-то есть у бегемота. Густерка, да? Да, густерочка небольшая. Небольшой густер. Ну, вот он, гути-гути-гути. Хе-хе-хе-хе-хе. Спочином меня, друзья. Меня спочином. Оп, вторая вот. О, хорошая. Да, ветер дискомфортный. А я и без куртки еще. Ой-ой-ой-ой. Кто это, кто это, кто это? Подлещик. Да? Да. Подлещик, друзья. Так, скушал бутерброд. Повторим. Как говорится, повторение, мать учения. Ну, что, ребята говорят, клев обрезала вчера, когда подул северный ветер. Примерно в 3-4 дня. До этого клев был хороший. Потом подумал, подул северяк, похолодало. Ветер как раз стал вдоль против течения. ВТИ обрезала. Вот так. О, помню, кто-то сидит. Да? Перекажите. Да, кто-то сидит. Пока отходил. Рыб клюнул. Чихонь, ребят. Чихонь некрупненькая. Сейчас буду темповать. Обежала. Так. Попробую сейчас темповать. Может быть, она... И, кстати, говорит, ребята, этот клев обрезала, это пришла чихонь. Это нормальная рыба нету. Некрупная вот такая чихонь. Начала брать. А подлещик, густера, рыбец отошли. Пропали. Ну что, пробуем. Сейчас может на темп прийти чихонь. Это может быть. Это даже запросто. Ну, чихонь так-тихонь. Жалко, что мелкая, крупная исчезла. В основном вот такая ловится. Более крупная... Вот была поклевка. Что-то есть. Более крупная выше водохранилища. Нет, нет, ловится. А вот здесь, в основном, мелкая. Кто это у нас тут? Чехонь, ребят. Дай бог, сейчас разловлю эту красавицу. А? Сабля. Друзья, оборвал монтаж. Собрал на другом. И поставил к гармошку 50 грамм. Не поверите, стоит точно так же. Кто это такой? О! Рыбчик. Хорошенький. Но... Что ты тут ляжешь, будешь делать? Отлично. Но у нас его ловить нельзя, поэтому отпускается. Видите, какой у него носик. Красавица. Рыбчик подошел. Дай бог, дай бог. О! Полтинничек поставил. Тут она стоит великолепно. Стал кидать чуть-чуть правее. И в итоге попадаю примерно в то же самое место, где и закармливал. И вот на втором забросе поклевка. Монтаж точно такой же, только с фидергамом. Еще один, да? Ага, помельче. Монтаж точно такой же у меня, только с фидергамом. В сумке валялся, нашел. Оп-оп-оп, кто-то есть, кто-то есть, ребята. Есть кто-то. Рыбка, 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 я тебя люблю. Давай-давай-давай. Кто-то такой упористый. Рыбчик, рыбчик, рыбчик. Хороший рыбчик. Да. Отличный. Но, увы и ах. Ну, какой он красивый. Смотрите, два опарыша стояло. Ноль. Один опарыш и поклевка. Да. Красивая рыба. Вот так, ребят. Один опарыш и поклевка. На 2,0. И самое интересное, кормушку меньше поставил. И рыба стала клевать. Меньше объемом, меньше весом. И рыба стала клевать. Как это? Объем. Не понимаю, если честно. Почему? Ребят, ваше мнение. Напишите, что за фигня. Была кормушка большего объема. Ну, вес, ладно, это не принципиально. Объема. Поклевок не было. Хотя периодически видно, что что-то дергало. Что-то цепляло леску. Жрала прикормку. Видно, как вариант, много объема прикормки был. Она ее предпочитала есть. Чем насадку. Уменьшила объем прикормки. Вот уже третья поклевка нормальной рыбы. Если у вас какое-то мнение, пишите. Обсудим, ребят. Когда подходит рыба, поклевки сразу. Практически все поклевки, что были, это в первые 30-40 секунд. Одна была, первая самая, да, первая поклевка гостя рыб была через 60 секунд. А все остальные сразу. И не удерживается. Почему-то. Что-то не устраивает. Вроде на запах приходит, но рыба уходит. Вот пришла чихонь. Она обычно приходит ее потом согнать, целая проблема. Я темпую, а ее нет. Пришел рыбец. Подряд три поклевки, тишина. На ароматику приходит. И на этом все. Поклевочка. Притом, сами поклевки шикарные. Что-то хорошенькое, тяжеленькое. Тяжелая рыбка. Вот опять рыбец. Так, раз рыбец. Красавец. Отпускать не пришлось. Сам сбежал. Опять же, один опарыш. Есть шанс, что его будет удерживать на точке. Ну что, друзья. Немножко поговорим. Клев слабый, нормально. Немного поговорим о весе кормушки для ловли на течении. Я сейчас достану кормушку. И вам покажу. Я, допустим, считаю, что кормушки вот такие вот с плоским дном. Если бы это дно было еще чуть-чуть шире, было бы еще лучше. Намного лучше держат для течении, чем кормушки с зубами. Мне будут рассказывать, что у нас скользит, маит. Нифига она не скользит. Мы на течении ловим в 99% в случаях с какими-то препятствиями. Сопротивление кормушки всем дном, чем шире дно, тем сопротивление лучше стоят. Кормушки, которые с зубами, они цепляются какими-то зубами. Чаще всего угловыми. И поэтому очень часто эти кормушки начинают прыгать со временем. Вы стоите, стоите, у вас раз сорвало. Через время раз еще сорвало. Если правильно стоит плоским дном, ее практически никогда не срывает. Это очень редко. Кормушки с зубами срывает регулярно. Просто очень часто. Так что вот эти кормушки очень хорошо всплывают по сравнению с зубатыми кормушками. Сейчас достану, вам покажу новая кормушка. Новая кормушка. Блин, как холодно. Я замерз реально. Солнышко отошло чуть от меня. И по ней видно по зубам как она стоит. Вот давайте смотреть. Вот кормушка. Вот зуб, которым она цепляется. Вот он, самый сильный стертый. Вот новая, это сегодняшняя рыбалка. В первый раз кормушку одел. Вот видно здесь капельку. Основная, удар на этот. Потому что кормушка, ее начинает леска тянуть. Леска тянуть. И она в реальности вот так становится. Я бросаю, ее леска тянет, она приземляется и упирается в первую очередь вот этим рогом. если эта стоит, держит всем и упирается всем боком. Вот и весь бок вот-вот-вот по тертости. Смотрите. То есть, она упирается, вот перед упирается и весь бок. То есть, здесь упор идет в эту точку, практически его тут, в минимальных точках. ее начинает со временем срывать. Если сильная струя, ровное дно, песок, мелкий камушек, не глина. Если глина, вообще без разницы, какая кормушка. Стоят одинаковые. Это, конечно, ваше мнение. Вы можете решать, думать по-другому. Но, с моим опытом, с ловли на Кубани, с ловли на Кубани, когда максимальная сила течения, когда труба, когда глубина полтора метра, ты ловишь кормушкой 100 грамм, ее практически не держит. А ты умудряйся ей цеплять. В таких случаях зубатые кормушки практически не держат. Вот я ловил карася, песчаный полив, меляк, глубина чуть больше метра, до полутора метров. Песок, песок, соответственно, с ямками. Вот эти кормушки вообще не стоят. Вот эта кормушка нужно было брать 120 плюс, а я ловил вот такими 90 максимум 100 с плоским дном. Это было очень сильно заметно. Вес кормушки. Мы знаем, что леску тянет кормушку леска. Вот я забросил, кормушку течения дает, но основное давление на вот эту леску. Дальше вот это давление может быть разное. Бывают ситуации, ловишь у тебя под ногами течение туда, потом идет обратка туда, потом течение опять туда. И вот на леску давит разное давление. Соответственно, и кормушку может вот так разворачивать. и силой, с какой ее давит разное. Поэтому груз кормушки подбирается под таким фактором, с как ее давит леска и какая глубина. Допустим, Кубань ниже водохранилища. Как правило, более сильное течение, чем Кубань выше водохранилища. Но с меньшей глубиной. Поклевочка. С меньшей глубиной. Здесь ситуация, я ловлю допустим, 2-4 метра и кормушкой могу использоваться от того, как дальность заброса глубина 2-4 метра. Дальность заброса соответственно, чем дальше заброс, чем дальше, тем на леску давление сильнее больше. Давление больше. Ну, давай мимо. Кстати, первая нереализованная поклевка. Чем дальше заброс, тем давление на больше и тем по идее больше груз нужен. поэтому при глубине допустим, 2-4 метра при забросе на 20 метров я могу ловить кормушкой от 30 грамм. Допустим, низкий уровень воды, шлюзы прикрытые, шлюзы прикрытые, течение не очень сильное, я делаю заброс под бровку на границе песка и камушков кормушка зацепилась. Великолепно, я могу ловить кормушками от 30 грамм. У меня есть видео на канале, где я ловлю в таких условиях кормушками 30-40 грамм. Глубина 2-4 метра. Дальше ситуация. С дальностью заброса соответственно, с дальностью заброса при тех же условиях вес кормушки меня будет увеличивать, потому что давление на леску увеличивается. Второй вариант. Глубина. Допустим, я уже ловлю 6 плюс метров. пример Кубань выше водохранилища. Течение чуть слабее чаще всего. Но глубина от 6 метров ловли. 6 плюс. И в тот же период, где я ловлю на более сильном течении, на глубине 2,5-3 метра, ну максимум 4, я ставлю 30-40 грамм, там я ставлю 60. Глубина больше. И кормушка допустим, я загинул прямо, угол, при котором она коснется, будет больше. То есть ее успевает проносить. Дальше угол заброса. Сейчас пример покажу. Я сниму. Покажу вам фокус-мокус. маркерный груз. Клипса. Кидаю в клипсу прямо напротив себя. Течение справа налево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Кидаю градусов на 30 ниже по течению. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Кидаю на 30 градусов выше течения. 1, 2, 3, 4. 4. Одна и та же глубина, друзья. Практически одна и та же дистанция. Один и тот же вес груза. Да, с какой-то там дистанция изменилась. Под углом 90 градусов течения. Кормушка упала на счет 6. кормушка упала те же 6-7. Роли не играет. И кормушка упала на счет 4. Таким образом, я ловил грузом, кормушкой 70 грамм или 80 оборвал. Так как я ловлю с монтажом, обрыв у меня всегда происходит здесь. оборвал. Привязываю новый монтаж, ставлю корту в кормушку меньшего веса и кидаю против течения на несколько градусов. И начинаю ловить примерно в том же месте. Как я вам сейчас продемонстрировал, углом заброса мы уменьшаем время падения кормушки до дна. Это прикол пришел известен всем джиговикам, которые ловят на водоеме с течением на джиг. Так как я проловил на джиг очень много, мне этот прием известен. В итоге, какие факторы влияют на тот вес кормушки, который нам нужен? угол заброса, сила течения и глубина. Не только сила течения, а еще глубина. Это такой главный фактор. Когда, допустим, на Волге люди ловят, на Волге, где сила течения в разы меньше, чем на Кубане, в разы, говорят, мы ставим груза огромную. он ловит на Волге на глубине там 6, 8, 10 метров. И чтобы кормушка дошла до дна, ее не пронесло, нужно увеличивать груз. Пройдя 2 метра сила течения или пройдя 8 метров, вы понимаете, что снос будет другим. Поэтому, даже не на сильном течении, но на большой глубине нужно кардинально увеличивать вес кормушки, чтобы кормушка достигла в нужное место, нужное, чтобы упала в нужное место кормушка. Оп, поклевочка. Хорошая поклевка, рыбки пока не чувствую. Что-то такое пошло. Они сидят что-то миленькое. Оп, сошел. Сход рыбчик был небольшой. Если, допустим, мы ловим в водоеме, нам известна глубина, нам известна сила течения, но мы хотим для комфорта уменьшить вес кормушки, чтобы нам комфортно ловить. Все понимают, ловить уже 100 граммовыми кормушками некомфортно, а ловить 120 граммовыми кормушками это уже просто швах-швахом, это работа. Какие у нас возможности уменьшения веса кормушки? Первое. Толщина лески. Чем тоньше шнур, именно шнур, тем сила давления на... Ого! Есть, 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 хорошая поклевочка, друзья. Тем сила давления на леску уменьшается, соответственно, пронос кормушки уменьшается. Оп, оп, есть рыбчик. Красавец, красавец, какая красивая рыба, но он у нас не красноперый, он у нас весь вот такой серебристый. Первый шнур, как мы выяснили, желательно оставить тонкий. Да, если свал крутой, если дальний заброс, то шок-лидер, без вариантов. Тут даже не обсуждается. Дальше. Второй фактор. Что мы делаем? Если есть возможность, мы выбираем угол заброса ниже течения, по низу течения, если есть возможность, если не ограничено ничем, рыбаками, какими-то условиями, мы выбираем угол заброса. Так как угол заброса получается более острый к течению, давление на шнур уменьшается. то есть вот так на него давит или вот так и на него давит. То есть в разы меньше. Вы понимаете? Таким образом вот в этой ситуации мы бросаем вот так вот и кормушка падает к бровке и мы цепляемся за бровку. Дальше. Третий фактор. Если мы ограничены жесткими условиями тут рыбак тут рыбак тут допустим ловят на донке а нам хочется хоть чуть-чуть уменьшить вес груза мы кидаем вот это поклевка была мы делаем заброс выше течения друзья выше течения и таким образом тоже уменьшаем вес груза давит как нифига себе это кто тут такой шикарный вот это рыбчик охренеть ребятки я вам даже покажу близко вот такую красавицу а шикардос ну отпускать во всех группах во всех форумах везде где обсуждение кормушки вес кормушки при ловле течении все почему-то разговоры идет именно что вот я ловлю на такую то у меня 120 сносит у меня 80 у меня 90 и когда им говоришь что можно в ваших условиях ловить меньшим все в шоке никто не верят у вас просто течения нету ну да в кубани нету течения это вот я здесь сейчас ловлю там течение слабее так как здесь прижимная яма резкая свал грубо говоря с узкого идет расширение вы понимаете физика когда идет узкий расширение резкое вон там я далеко камера не могу ставить вон там где-то метров 200 от меня примерно в метрах 50 от берега цапля ходит периодически видно мелко по воде в воде цапля ходит ей по колено друзья и вот получается смеляка мелко узкое сильное течение здесь резко идет объем расширяется соответственно здесь падает и то я забрасываю вот так а кормушка у меня приземляется вот так вот у меня леска идет вот так глубина в районе 3-4 метров и она вот заброс вот упала это в месте где я считаю течение нет вот я ловлю 50 граммов карту с кормушкой и проблем ну вообще никаких чехоль походу что ли кто-то сразу на падение взял с кормушка падала поклевка приземлилась и тут же более сильная поклевка бывает рыбчик так бывает даже карась так льет скорее всего чехоль не лещ подлещик друзья я пиз пацака я его ручками возьму смотрите подлещик какой ребятки взял на падение друзья на падение шалопай о чем я вам говорил темп на течении нужен такой же в редких случаях мы ждем долго бывает ситуация были у меня такие у меня даже шамаяк львало на третьей минуте смотрите на фидергамчик играет на фидергамчик играет вот такой заплевчик красавец шикарный еще раз повторю три фактора сила течения толщина лески и глубина именно глубину практически никто не учитывает один из важнейших факторов от нее очень сильно порой зависит вес кормушки и друзья клюет чисто на одного опарыша на два поклевок нету бывает и такое еще раз пример кубань ниже водохранилище более сильное течение дистанция небольшая я могу ловить кормушками 30-40 грамм даже 50 кубань выше водохранилище более слабое течение а я кормлю ловлю кормушками на тех же дистанциях вот та же дистанция там 20-25 метров а я ловлю кормушками от 50 50 так себе лежит 60 70 уже лежат хорошо из-за глубины именно глубина в этом случае играет главный фактор очень большой фактор почему-то именно глубину никто не учитывает а это такой серьезный очень серьезный фактор какую кормушку вес использовать где как и почем значит у нас есть такое место пчелка на этом месте Александр Дунаев с Виталием Колганов снимали два видео Александр Дунаев два года назад ехал к нам на соревнования в Краснодарский край и написал в группе где половить можно у вас близко подъехать машиной а в Кубани это мест таких немного на самом деле мне и подписчики написали Виталий так и так вот Александр Дунаев спрашивает подскажи ему ну я ему в личку написал дал координаты объяснил какие условия как и вот он два раза приезжал снимал видео там вот они ловили в период малой воды в том году и позапрошлом был очень низкий уровень воды они там ловили и ловили огромными весами там где можно было ловить от 30 до 80 они ловили от 90 и выше у них нету опыта ловли на течении на самом деле в Москве реки и в других реках рядом такого течения как в Кубани нету ну они спортсмены приноравляются быстро понимают быстро и уже даже на второй раз они уже ловили намного комфортнее намного было им лучше видно было то есть крутые спортсмены они все начинают понимать быстро это не мы любители вот в том месте глубина небольшая но довольно сильная труба они сидели а левее где они сидели там прям прижимное русло прям трубы вот этой вот которая давит основная начинает прижимать к берегу а левее коса левее коса и коса так идет дальше 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 от берега и метров через 300 она опять близко к берегу прижимает бывает на этой косе тоже бешеный клев рыба ловится на косе на меляке а не на этом месте так вот буквально от них 50 метров 50 метров очень интересное место левее них выше по течению можно сесть буквально 5 метров друг от друга 5 метров один рыбак будет сидеть ловить кормушкой 60 грамм и у него киверти будет натянут прям тянуть будет а другой будет 40 грамм и у него кивертип не будет даже натягиваться как он расстояние 5 метров сидеть будут это смысл реки кубань и вообще смысл всех рек с течением дно неравномерное русло неравномерное вот пример лежат камни там ямки бугорки камни покрышки деревья все что угодно и вот все вот эти неровности неровности перепада дна могут играть на нескольких метров создавать совершенно разные условия там разные условия такое что через участок и через 5 метров на той же дистанции идет обратка и 40 грамм кивертип не натягивается 5 метров туда или 5 метров туда груза в разы больше кормушки в разы больше кивертип натягивается по этой же причине в таких реках где сильное течение где хорошее течение разница разница между клюет и не клюет может быть всего пару метров я в таких ситуациях попадал огромное количество раз и ты ничего не сделаешь сосед ловит ты сидишь рядом и тень не клюет делаешь все то же самое такая же дистанция ну все то же самое у него клюет а у тебя нет и наоборот и наоборот ты сидишь ловишь справа слева от тебя никто не ловит или редкие поклевки у тебя какая-то аномалия там за которую цепляется рыба это может быть поворот русла бугорок камушка покрышка лежать кусок деревесины лежать камень лежать ямка бугорок еще что-то все это сыграть может колоссально на весе кормушки на удержание на удержание прикормки просто удержание прикормки вот мы знаем прикормка цепляется за бугорки она ложится перед бугорками и собирается за бугорками в низинках собирается и теперь представьте ситуацию мы ловим у нас плато плато скидываем через один метр от нашей кормушки приямок такой удлиненный и потом выход мы кормим прикормку выдувает полоской у нас плато ровненький бугорок скидывает скидывает в ямку и собирает под выходом маленький с этой ямки и в итоге у тебя прикормка пылит но она толком ни за что не задерживается через метр начинается приямок а еще через метр выход и вот перед этим выходом собрана вся прикормка в итоге от твоей кормушки на 2 метра со временем у тебя клев а потом хуже 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 и клев у тебя затихает и только если ты начинаешь темповать рыба начинает время подтягиваться и отходить к этому приямку у меня может то же самое быть а мы этого не видим а рыба в том приямке через 2 метра где собрано большое количество корма твоего как-то так и вот бывают ситуации начинаешь играть длиной поводка и ты находишь рыбу находишь вот этот участок где собрался собирается корм ты так море ловишь а бывает другая ситуация почему я ловлю короткими поводками предпочитаю мы ловили там же на пчелке вода была прозрачная довольно относительно для кубани опять заглохла подлещика и к берегу подошла огромная стая вот такого спали с размерами карася много было и товарищ Антон Антох привет начал кормушки кидать просто с кормом а прям вырезе воды в каком-то видео я даже кусочек снял но так как блики плохо было видно и мы сидели наблюдали значит вот этот весь карась по шлейфу так ставя большая вот такой узкой полосой узкой вот такой вот вытянулся метров на 10 узкой полосой по шлейфу вытянулся метров на 10 мы офигели и он кормился основная часть самые крупные самые крупные кормились с кормушки он кормушку кидает карась и тут же обратно как уклейка разбежались и тут же собрались потому что вот такая глубина 10 сантиметров пофиг упала карась и обратно сорвался самые крупные кормились с кормушки друзья при этом несмотря на то что течение они со всех сторон кормушки и сверху в том числе хвостом к течению вот так вот так вот так вот так вот так самые крупные кормились кормушки и потом шлейф кормушки шел они прям жрали прикормку с кормушки ее пылило и все и чем рыба слабее чем мельче тем она была дальше это я увидел наглядно а перед этим я к этому же выводу сам пришел когда ловишь и у тебя кивертип ходит ходуном а ты не можешь поймать у меня есть видео где это показываю на канале тут же на Кубани когда кивертип ходит ходуном я не ловлю у меня стоит поводок длинный начинаю уменьшать уменьшать уменьшаю до 30 а то и меньше сантиметров и у меня идут поклевки увеличиваю поклевок нету и обратная ситуация у меня есть два видео ловли ночью выше водохранилища там обратная ситуация густера и белоглазка клевали на короткий поводок усач и крупный рябец на поводки 90 сантиметров две рыбалки две четко проверенные гоняю поводок туда-сюда и выходит короткий поводок белоглазка и рыбец и густера длинный поводок усач рыбец и белоглазка тоже на короткие поводки при этом усач ночью и рыбец не брал белоглазка брала при этом днем пока светло рыбец отлично клевал на короткие поводки длинные не брал так что еще раз повторю факторы надо учитывать Не только силу течения При выборе веса кормушки Основные Кроме длины дальней заброса Это тоже Это сила течения Толщина шнура И глубина Глубину почему-то мало кто учитывает Но глубина это действительно серьезный фактор Очень серьезный, друзья Так что пробуйте Я думаю у вас все получится На самом деле ловли на течении На мой взгляд Она даже проще и комфортнее Чем ловли на стоячем водоеме Для меня я ее почему-то проще Быстрее понимаю Хотя да, есть нюансы Как удержать крупную рыбу Когда у тебя сдувает Все Мотыль сдувает, опарыш сдувает Червя сдувает Резаного Мелкий мотыль неплохо Рыба на точке есть Скивертип дергает Нет, нет А И вот есть факт удержания этой рыбы Поэтому я придумал свою кашу Которую варю Но, к сожалению, без нее Которая очень хорошо ее не сдувает Я проверял на меляке она классно ложится, забивается везде и лежит, и рыба ее порой творит черная на точке оп, оп, оп ух ты, ух ты, ух ты, ребята ух ты что-то такое тяжеленькое, великолепное красивенькое, ох, нифига себе блин, а хорошо, что я с фидергамом, а нифига себе вот это давит охренительно вот это кайф, вот это кайф кто это, ох, ох, ох вот это сопливчик вот эти ребят вот это прикольно это мне нравится такая хорошая уверенная поклевка и вот такой красавец вот вот такой красавчик, друзья вот хорошая, мощная, уверенная поклевка без всяких здрасте, я ваша тетя и вот ну что, друзья рыбалка получилась три часика рыбалки пора собираться под замерз ой, холодно рыбу удержать на точке не смог чистой прикормкой не удержал кроме первой поклевки все до одной были до 30-40 секунд чаще даже быстрее там 15-20 секунд ну, до 40 секунд все вот такая вот рыбалка рыбку поймал я кайфанул надеюсь вам видео понравилось свои мысли по поводу вы услышали пишите, что вы на эту тему думаете до новых встреч, друзья